Средства массовой информации в Соединенных Штатах наперебой комментирует официальный доклад администрации США по рынку труда за январь. Доклад, опубликованный сегодня, стал, наверное, самым противоречивым за весь последний год. В нем указывается как на позитивные, так и негативные процессы в американской экономике. Какие изменения следует расценивать положительно и какие отрицательно, мы попросили рассказать постоянного ведущего экономических новостей. Вадим Оленичев. Вадим, пожалуйста. Добрый вечер, Валера. Чтобы разобраться в докладе Министерства труда, надо взглянуть на два основных показателя. А именно на уровень безработицы и темпы создания рабочих мест. Данные по безработице оказались позитивными. Год назад безработица равнялась 8%. Ее уровень в январе вновь понизился и сейчас составляет 6,6%. Это, безусловно, положительный момент, так как нормальным уровнем, даже для периода роста экономики, в США считается отметка в 5%. В предыдущие месяцы безработица снижалась отчасти и потому, что все больше американцев прекращали поиски работы и официально уже не числились безработными. Другие, наоборот, хватались за все, что попадется. Люди сейчас идут на такую работу, на которую они не согласились бы, если бы могли рассчитывать на продолжение пособия. Это может быть даже не та работа, которую они хотели бы, но, по крайней мере, она позволяет им вернуться на рынок труда и дает шанс приобрести новый опыт. Пожалуй, это так. Во всяком случае, в январе было отмечено, что безработные, наоборот, возвращаются на рынок труда, видя некоторое улучшение ситуации. Но вот найдется ли для них работа – это вопрос. Увеличение рабочих мест в январе оказалось самым низким за весь последний год. При среднем месячном уровне в 194 тысячи январский прирост составил всего 113 тысяч. Правда, большинство экспертов сошлось на том, что более суровая зима спутала все карты. Из-за снегопадов множество работников не рассылали свои резюме в компании, а тысячи бизнесов по всей стране были закрыты. Таким образом, говорят эксперты, цифры за декабрь и январь не отражают реальных процессов в экономике. До наступления зимы ощутимый прирост рабочих мест отмечался в сфере промышленного производства, строительстве и в горнодобывающей индустрии. Судя по всему, эти тенденции будут развиваться и в нынешнем году. Валера. Спасибо, Вадим. Это был наш экономический обозреватель Вадим Олейничев с анализом новых цифр по безработице в Соединенных Штатах. Продолжение следует...